Чуть-чуть здесь. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Александр Стамковский. Я пишу стихи, я тоже иногда люблю писать стихи. И прежде чем я зачитаю несколько своих стихов, их у меня... Не знаю, сколько их у меня будет, зависит от темы. Я для начала хотел бы внести одну ремарку. Недавно, буквально недавно, мы говорили с одним человеком о поэзии. И он мне сказал, что, мол, ну, кто они, любители поэтов? Что они, зачем называть себя поэтами? Вот есть поэты, например, Пушкин, Есенин, Германдов, Карамсин. Вот это поэты. Какие были поэты? Ну, в ответ я могу таким людям сказать для всех, для общего понимания, что, например, Александр Николаевич Радищев, он заканчивал Пажевский корпус, он мог бы стать военным. Он стал писателем и написал путешествия с Петербурга в Москву, которые, кстати, при Екатерине Второй были запрещены, потому что рассказывали вообще о том, о чем даже вслух вымолвить было невозможно тогда. Вот. Ну, а сейчас я бы хотел немножко, может быть, косвенно продолжить тему войны, начать с Азии. Можно я извиняюсь, как я перебью? Мысль не закончилась. В каком смысле? Насчет поэтов. Просто, как бы, не совсем правильно, что поэты, которые выходят снизу, из народа, которые хотят писать, но по определенным причинам не могут относиться к классикам, например, нельзя сказать, что они не имеют права называть себя поэтами. Каждый, кто пишет стихи, в той или иной степени поэт. Даже если он пишет о том, о чем нельзя писать, например, он тоже поэт в какой-то степени. И, может быть, пройдет лет 30, может быть, больше. Может быть, он тоже станет классиком нашей поэзии. Сейчас Россия на классиков не богата, к сожалению. Может быть, появится такой новый классик, который... Здесь, кстати, интересную тему затронул. Почему? Потому что, вот, именно, кого считать поэтами? Или кто хорошо пишет, допустим. И, как вот ты говоришь, классиков нет. Классики есть всегда. Просто о них сейчас, допустим, не знают. Те печатали, эти толком не печатаются. И читая сейчас, как бы, слабовато. Даже начиная от интернета, все, в основном, чуть читать стараться. Да, не найти классиков уровня Пушкина, например, Есенина. Но, я уверен, они обязательно появятся. И, может быть, даже среди тех, кого сейчас не любят поэтам называть. Они есть. Они есть и сейчас. Просто, как я вот уже говорил, поэзия – это интимно. То есть, если вы читаете, каждый одно и то же стихотворение может прочитать здесь, на сцене, а может для себя прочесть. И, говорю, понять совсем дружу. Нет, понять совсем другое даже, может быть, поэт Лето даже хотел сказать, но это, ну, как бы, интересно. Товарищи, я хочу прочитать свой стих. Вообще, у меня четыре стихотворения, но я пока начну с одного, а там уж как вам понравится. Если вам понравится мое стихотворение, я вам прочитаю еще одно. Начну с Азии. Как вы знаете, Вторая мировая война, в которую входила Великая Отечественная война в том числе, она разворачивалась на нескольких театрах военных действий. Самый известный театр – Европейский, где и Сталинград, и переход на Ла-Манш, и Нормандия, где и Берлин, где весь самый смак войны. Но была еще азиатская платформа, азиатский театр военных действий, где особую роль в обороне от японцев, освобождении от японцев играл не только Советский Союз, но и Китай, которому Советский Союз помогал. И в Китае, в китайской армии, может быть, вы не знаете, я, чтобы вы знали, я начну с этой истории. Дело в том, что до вторжения японцев, до полного, когда там уже все совсем было плохо, в Китае была гражданская война. Воевали между собой правительство китайское, партия Гаминьдан во главе с Чан Кайши, и китайские коммунисты, которые ходили по гарантам, партизане, и у них с руководством не все было так просто. Но обычно принято было считать, что там, ну просто, или просто, что руководит Компартией Китая, или отдельно человек, который сейчас является одним из самых известных китайцев, наверное, в мире, это Мао Цзэду. И да, он тогда во время антияпонской войны играл очень большую роль. Именно с его подачи Компартия Китая пошла на союз с Гаминьданом, с правительством китайским, чтобы они вместе взяли силы и пошли вместе объединенными силами против японцев. Их стоит сказать, что если Гаминьдан еще какое-то время терпел поражение, ослаблено, то китайские коммунисты, выработав уже определенную тактику, называемую затяжной народной войной, они уже в первые месяцы войны антияпонской в 1937 году смогли одолеть японцев. Например, в сражении в ущелье Бен Сингуань и Талехон в Великой Китайской стены, они японцев заманили в узкое ущелье, и там их уже потихоньку одолели. В общем, начиная с самых первых битв, они смогли победить. И центр китайских коммунистов в это время находился в городе Яль-Аль. Яль-Аль. Вот об этом городе, ставшем на многие годы центром Компартии, центром китайских коммунистов, вот этих озвободительных китайских сил, я посвятил свое стихотворение. Я очень люблю китайскую стихотворение Яль-Аль. За горами едва видна череда небольших домов. Здесь стоит городок Яль-Аль, это новой страны Апоад. Здесь не скажут высоких слов, здесь не ходит красивый марш. Только любит народ бойцов, любит каждый крестьянин наш. Штаб военный совсем не дом, а домишко. Две пары стен, столь немного комфорта в нем, но любил этот домик всем. Председатель, я думаю, вы понимаете, кто это председатель, председатель взглянул с крыльца на небесный ночной поток и сказал, да, сейчас темно, но наутро придет восход. Но восход не пришел пока, отобрать бы сперва его. Пусть три года идет борьба, и настигнет кайши просплох. Ночь, в генея не мелькает свет, там солдаты костры зажгли. Скоро в город придет рассвет, дни расплаты уже пришли. Я понимаю, товарищи, не все понятно в этом стихотворении. Китай вообще для нас, как ни странно, и парадоксально является еще очень неизведанным местом. Но я стараюсь это исправить. Я изучаю китайскую историю. Особенно историю китайской гражданской войны. А язык изучаете? А на китайском языке говорите? Фразами. Ну, вам стих понравился? Да. Хороший стих. Еще читать? Да. Прекрасно. Ну, я, наверное, пойду еще дальше. Еще дальше. Продолжайте мы Китаем. И опять начну с пояснения. Здесь всегда придется пояснять. Когда китайская революция, вот все то, вот эти все 22 года долгой и упорной борьбы сначала с Чан Кайши, потом с японцами, потом, когда японцы победили снова с Чан Кайши, вот эти все 22 года, которые сейчас известны под названием китайская революция. Когда она только-только в 27 году начиналась, было такое, имело место быть такое крестьянское восстание в провинции Хунань. Называлось оно восстание осеннего урожая. Такие восстания осеннего урожая были не только в этой провинции, в которой родился Мао, еще в ряде провинций, но самое известное в китайской, официальной китайской историографии, это именно восстание осеннего урожая, возглавленное Мао в провинции Хунань. И когда оно потерпело поражение, чтобы сохранить силы крестьян восставших, они начали восходить на горы. Они ушли в горы, где их было бы довольно трудно достать, и эти горы назывались Динганжань. Вот про них мою стихотворение. Пройдя пешком 600 ли от города Чанша, горам Динган мы подошли. Ах, как же хороша здесь горных склонов крутизна и острие вершин. Здесь будет база создана, чтоб помнил Чан Кайши. Всему на свете этом есть начало и конец. В России свежен капитал, погибнет он и здесь. И что интересно, все-таки в конце концов он был свержен в 49-м году, ознаменовав собой основание Китайской Народной Республики. Есть желание послушать что-нибудь не о Китае. Не о Китае? Давайте я про то есть, не о Китае. Почему он называется? Советский Союз. Понимаете, дело в том, что я не со своего телефона, мой телефон разрядился, но я попытаюсь... Ничего, если я буду читать не свои стихотворения? Если вы не... Просто я со своего телефона бы если был, я бы нашел стихотворение, я бы прочитал. Своё ты не найдешь сейчас? Да, я не могу сейчас своё найти, я случайно вот просто сюда буквально попал, но прочитать... Если не своё, одно. Одно я и прочитаю, тем более очень хорошее стихотворение. Я уже смотрю кому-то скучно. Вы в пен-институте учитесь, молодой человек? Молодой человек, вы в пен-институте учитесь? А что, по-моему, не видно, что его у меня... Нет, я не студент, я школьник, мне 17 лет, я... Я даже в колледж не просто... Я дин-институт учился. Удивительно... Нет, удивительно другое, что о истории Китая знаешь много, а язык не мучаешь, вот это где-то. Ну, я знаю по фразам, по фразам могу сказать. Саша, вы хотите стать историком? Или просто увлечение? В какой-то степени я уже исполнился. Так, ну, тут интернета нет, поэтому, наверное, не получится. Ну, вообще, спасибо.